Снимаю сегодня видео в Орле. Сегодня в Орле в 12 часов дня, ровно в полдень, было открытие стационарной пиццерии Доду Пицца. Это первый ресторан стационарной Доду Пицца в Орле. До этого, он примерно 2 года, здесь был только церк по приготовлению пиццы. И пицца доставлялась только на доставку. Но доставка была до 909 квартала, поскольку эта пиццерия находится в районе кинотеатра Современник, это в районе автовокзала в Орле. Один край доставки был, это 909 квартал, а второй край доставки это до Красного моста. То есть это улица Костинная, ну и прилегающие улицы. Советский район они не доставляли, советский железнодорожный. То есть охватывался, по сути, только заводской район. И вот сегодня была открыта Доду Пицца стационарная с залом, где можно сесть и покушать. Я был в Доду Пицца в Нижнем Новгороде. И я был в Доду Пицца в Казани. Видео, которое я записал в Казани, и видео, которое я записал в Нижнем Новгороде, я положу вот здесь сверху. Справа вверху вы сможете увидеть значок, аннотации, и там будут эти видео прикреплены. Значит, здесь все стандартно в ресторане, ну как уже стандарты, поскольку я в двух ресторанах был, в Доду Пицца, в пиццериях, они их называют пиццериями, а не ресторанами, как, чтобы отличаться от Макдональдса. Додстер работают по одним стандартам. Я заказал Додстер, кукис и кофе. Додстер это, ну давайте так, чтобы кто не был, кто был, тот знает. Кто не был, это завернутая в лепешку овощная смесь, чем-то похожая на шаурму. Только отличие Додстера от шаурмы в том, что Додстер закрыт, концы закрыты с двух сторон теста. И после этого, после того, как приготовлено это тесто, оно кладется в фольгу, в фольгу заворачивается, и в этой фольге выпекается в печи. Вот я свернул фольгу, забрал с собой, чтобы вам показать. И, соответственно, после этого, этот Додстер заворачивается в специальный пергамент, и на нее наклеивается, на этот пергамент, на шов наклеивается такая этикетка. Я буду говорить громко, потому что за мной идет оживленная магистраль. Ну, в общем, вы, наверное, уже заметили, что у меня на канале малое видео, которые сняты в спокойной обстановке. И, соответственно, это наклеивается в знак качества, что это проверено, контроль качества проведен, и это можно употреблять. Пропускаем трамвай. И недалеко здесь остановка кинотеатра «Современник». Вот он рядом совсем, в соседнем здании. И кофе. Кукис стандартный для всех подобных заведений. То есть, кукис шоколадный, обычно тесто немного недопропеченное. Не знаю, почему так выходит. Может быть, температурные режимы неправильные, может быть, недостаточно долго его в печи выдерживают. Но, в общем, почему-то кукисы, которые без шоколада, нормально пропекаются. Те, которые с шоколадом, всегда почему-то внутри остается какой-то слой непропеченный. То есть, такой влажный, вязкий слой теста. И кофе. Кофе намного лучше, чем в Американах. Намного лучше, чем в Макдональдсе. Намного лучше, чем в Ташир Пицца. Но, опять же, где-то чуть получше. Не могу сказать, что он супер вообще круче, чем в двух этих вышеназванных заведениях. Потому что в Ташир Пицца кофе воняет портянками. Ну, кто был, тот знает. То есть, если не знаете, что такое портянки, это носки, которые носили долго, не снимая, допустим, 3-4 дня. Вот такой запах. И, в целом, впечатление положительное. Что я еще снял? Я еще снял внутри туалета. И я вот после окончания этого видео, 30 секунд, я приложу, прикреплю видео сразу после окончания этого видео. Вы сможете посмотреть, как устроено внутри туалета в Додо Пицца. Они все одинаковые. Они все выложены ярко-оранжевой плиткой. В туалете есть место для того, чтобы перепеленать младенца и, допустим, поменять ему подгузник и так далее. Это все будет видно на этом видео. И на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, если вам вообще интересна жизнь нашей российской провинции. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok